виталий приветствую тебя очередной понедельник соответственно наша традиционная встреча все без изменений обсуждаем рынке текущую рыночную ситуацию с разных сторон смотрим ну во первых разные точки зрения и разные подходы ты очень часто делаешь акценты на технические составляющие кстати даже разбираешь фондовый актив за что тебе большое спасибо я уверен то что для этого полуактивов есть там целая аудитория ну что эта неделя без преувеличения может стать прям первый такой рекордный с точки зрения роста волатильности но год только начинается конечно же не будем загадывать как что будет дальше но точно могу сказать что движение будет серьезным по всем финансовым инструментом потому что сразу несколько регуляторов проведут своим традиционные заседания это федрезерв это европейский центральный банк это банка англии помимо того состоится заседание опек где будут обсуждать ситуацию на рынке углеводородов плане оценки спроса и предложения подобие балансового состояния как они постоянно называют и конечно же поскольку начинается новый месяц первая пятница нового месяца все прекрасно знают это еще и очень крутая американская статистика но он поэтому в принципе скучать точно не придется заранее я думаю что виталий присоединиться к моим словам что обязательно контролируйте риски это очень важно особенно сейчас когда мы заранее понимаем что рынки будут крайне активные я бы хотел на ближайшую неделю особо не выделять большое количество активов то есть у меня есть инструмент с которым я продолжаю работать и я озвучу свою точку зрения того почему например евро себе может повезти определенным образом золото нефти вот как раз на этих инструментах я предлагаю все не остановиться то есть оставить в портфеле и прокомментировать с точки зрения тех ожиданий по новостному фону который есть демонстрация экрана так секундочку как раз у меня сейчас для разогрева скажем так индекс доллара 101 75 мы видим сейчас котировки по этому инструменту конечно же с большой долей вероятности я бы сказал так что 99 и 9 процентов того что когда мы с тобой витали в следующий понедельник будем обсуждать рынке индекс доллара будет уже на совершенно других уровнях внизу или вверху вот тут то уже как федрезерв распорядиться на что будет сказано что будет озвучено по перспективам американской денежно-кредитной политики я опять же повторюсь что у меня индекс доллара это аутсайдер инвестиционного портфеля к сожалению но наверное у каждого есть такая сделка я почему-то считаю что индекс доллара все же очень сильно перепродали за последнее время он ну явно нуждается в каком-то коррекционном отказе я не говорю о том что нужно сломать вот этот медвежий тренд и выйти на новые локальные максимумы но учитывая что американский регулятор все-таки повысит процентную ставку не будем сейчас особо придираться к тому насколько процентных пунктов да это будет скорее всего на 25 байсных пунктов но это все-таки повышение процентной ставки и есть высокая вероятность того что паул на пресс-конференции даст понять что американский регулятор все еще беспокоен высокой инфляции и конечно же такого рода комментарии может заставить участников рынка и начать взглянуть на будущее решение и дезерва поскольку готовность фрс и дальше бороться с высокой инфляцией но априори подразумевает то что если будут прецеденты связанные с повторным ростом потребительских цен то американский регулятор может снова стать жестким в плане тех решений которые принимаются может ли инфляция выйти на новый локальный максимум я считаю что вполне потому что у нас есть пример австралийская экономика где тоже в течение нескольких месяцев фиксировался спад индекса потребительских цен и вот пожалуйста прошлый месяц это значение которые вышли на прошлой неделе по индексу потребительских цен был зафиксирован новый многолетний максимум рост по моему 7 и 3 до 7 и 8 процентов поэтому сюрпризы все еще возможны сырьевые активы они легко могут перейти тоже к траектории тенденции роста а сырье она влияет разумеется на показатель инфляции поэтому по индексу доллара я все-таки сторонник того что фрс сохранить жесткую риторику и индекс доллара ближе к концу недели уже после того как среду будут подведены итоги сможет прорваться выше 102 пунктов и соответственно попробовать закрепиться за более высокий уровень ценового сопротивления ну и сделки по которой я уже сказал на которые хотелось бы сделать акцент прям конкретно это даже скажем рекомендации с упором до вечера среды когда фрс проведет пресс-конференцию евро доллара 1.0875 сейчас котировки я сторонник того что евро все-таки доберется до уровня 1.10 мы не знаем как в итоге закроет неделю европейского валюта но думаю что раз у нас два таких серьезных фундамента заседание фрс и потом ровно через за день заседание европейского центрального банка наверное при любом раскладе если сейчас смотреть на рынок может быть импульсный там рывок вверх и тест сопротивления 1.10 как такой психологической планки тем более что участники рынка сейчас легко могут оправдать потенциал роста европейского валюта потому что мы знаем что даже по прогнозам по планам фрс планирует поднять ставку на 25 байсных пунктов а европейский центральный банк на 50 байсных пунктов почему бы как косочно не поторговать на вот этой спекулятивной идее контраста монетарных политик поэтому я вот с текущих уровней рекомендовал бы все таки цепляться за сопротивление 1.10 наверное ставить на движение выше это прям совсем рискованно уже учитывая еще такой фундаментальный фон и наверное если удастся достичь сопротивления 1.10 лучше же судьбу сейчас не испытывать не искушать и выйти из рынка посмотреть как там вообще неделя будет закрыт что касается золота здесь тоже взгляд пока что бычий котировки 1923 доллара за тройскую унцию сейчас я как и в случае с евро долларом где ожидается тест сопротивления 1.10 здесь полагаю что мы увидим все таки пробой уровня 1950 который на мой взгляд должен быть уровнем тейк профита где нужно будет уже фиксироваться потом уже посидеть на заборе посмотреть со стороны за развитием событий по золоту я сегодня на своем брифинге также говорил что пока что мне два основных аргумента это сохраняющийся интерес к золоту со стороны институционалов по данным американской комиссии по торговле товарными фьючерсами мы делаем вывод об этом потому что количество контрактов увеличивается и индекс настроений по-прежнему даже несмотря на то что золото сейчас снижается перекос за продавцами то есть продавцы в большинстве и оценивая действия ритейл трейдеров здесь нужно принимать решение об обратном движении поэтому 1950 это ближайшая цель еще один актив на который хотелось обратить внимание это нефти 85 86 корректируемся мы почти с уровня 88 с половиной долларов за баррель я уже поверил на прошлой неделе когда золото было на вот этих локальных максимум что быстро мы прорвемся выше 90 долларов но пока вот не случилось но учитывая заседание на котором с большой вероятности с большой долей вероятности страны опек примут решение все-таки не менять уровень нефтедобычи и сохранение квот на прежних значениях оставить на рынке риска что ли реализации того что рынке образуется дефицит и с учетом еще и позитивного фона из китая полагаю что нефть также легко может быстро восстановиться поэтому цели амбициозные тоже в рамках этой неделе как и по другим финансовым активам которые обозначил по нефти это 90 долларов за баррель виталий слово тебе так ну принципе солидарен с тобой по поводу евро доллара и золото да я тоже за рост я еще в принципе с прошлой неделе покупал евро доллар и золото мы в принципе показывали неплохой рост но скажем какого-то значительного движения не получили с этого накопления наверное все таки рынок когда накапливают он ждет большинстве случаев каких-то новостей это является триггером для сильного импульса скажем с этого накопления поэтому повторяться по евро не буду скажем с картинками золото аналогично да там чуть-чуть золото поджимают немножко вниз возможно золото уйдет вверх через более глубокую коррекцию но это рынок уже покажет скажем рынки так на максимумах практически за три-четыре месяца и скажем понятно нужно иногда собирать стоп-лоссы перед тем как двинуться наверх так по поводу индекса доллара сейчас я делаю демонстрацию экрана так по поводу индекса доллара здесь я свой взгляд пока не меняю еще с прошлой недели и позапрошлой недели и позапозапрошлой недели практически три недели подряд я за снижение по доллару то есть пока не вижу каких-то технических моментов на изменение сигнала вверх когда он появится возможно он появится уже после заседания фрс да как ты отметил что все ожидают принципе 0.25 ставку это уже заложено давно в рынок так как это уже практически две или несколько недель да все знают что поднимут на 0.25 скорее всего а вот риторика будет вот эта основная возможно павел скажет там перспективы на весь год сколько они планируют поднимать ставки какие у них будут ориентиры вот это самое главное да вот там уже на риторике уже появится сильная волатильность пока у меня приоритет на снижение то есть пока мы находимся вот ниже условно 102 даже 102 50 я за снижение по индексу доллара вот у нас вот прошлый недельный максимум 102 и позапрошлой недельный максимум это 102 условно там 50 до пока мы ниже этого уровня я за снижение цели где-то в район 100 пунктов да то есть это так скажем паритет по евро доллару согласен своими целями там 110 возможно плюс-минус выше уйдем альтернатива этому всему движению если мы все-таки на фрс или возможно раньше до фрс принципе тоже будут несколько новостей по по европе там будет инфляция в германии в еврозоне если не ошибаюсь понедельник вторник или среда там где-то утром тоже такой большой перечень скажем и данных по инфляции если мы все-таки сломим хотя бы уровень 103 и 2 на этот уровень сопротивления самый ключевой также все отключу видео потому что у меня так на если мы все-таки нарисуем импульс наверх мощный тогда можно будет переключиться на покупку но я все-таки как бы ожидаю вариант что мы сначала уйдем вниз а там уже когда будут выкупать и тогда я уже перевернусь возможно на покупку да все ждут там заседание фрс возможно более сильный сюрприз как ты отметил будет на ецб в четверг там скажем ставку поднимут возможно если на 05 все-таки это сильная поддержка по евро доллару плюс риторика который будет там на перспективу тоже очень-очень важно ну и плюс не забываем нонфарма скажем эта неделя будет очень сильно волатильная но самое главное как ты отметил соблюдать риск менеджмент чтобы добавил еще по валютным парам такого интересного это доллар иена вот здесь аналогично укрепление я вижу ены вот ключевой уровень сопротивления в районе 103 50 вот пока мы ниже этого уровня находимся то есть у нас получается вот мы его всю прошлую неделю пытались пробить формировали такой уровень это зеркальный уровень сопротивления в сторону скажем среднесрочного тренда который у нас идет пока мы данного ниже данного уровня я ожидаю снижение в район 127 50 скажем да ну и ниже возможно если все таки мы сломим стоп лосса я бы советовал ставить где-то в районе 131 там 20 20 условно за прошлый недельный максимум если мы этот максимум будем ломать и закрепимся выше то возможно скажем здесь какие по индексу доллара возможно картинка будет меняться так ну давайте подведем итоги моих рекомендаций с прошлой недели по акциям там достаточно очень хорошее движение было плюс эта неделя тоже очень много отчетов это касается крупных компаний таких гигантов это так скажем гугл да это amazon это фейсбук так ну давайте что самое интересное было прошлой неделе моя рекомендация одна из самых лучших с прошлой недели это покупка акции тесла я в принципе советовал данную акцию покупать не только на прошлой неделе понедельника и на позапрошлой неделе скажем на нашей битве аналитиков в принципе отчеты вышли очень хорошие там прибыль увеличилась где-то два с половиной раза по сравнению с прошлым разом выручка аналогично какие-то полтора раза если не ошибаюсь то есть отчеты по тесла вышли хорошие видим как бы реакция рынка позитивная то есть мы получили очень хорошие движения практически с тех значений которые мы торговались на прошлой неделе это в районе скажем условно 125 130 мы торговались ну так хорошее движение вверх практически под скажем по 20 процентов на хороших отчетах плюс эти отчеты скажем подтянули на позитиве фондовые индексы прошлой неделе индекс nasdaq показал хорошие максимумы локальные да дальше что по тесле что я могу сказать в принципе мы вот это накопление которое здесь было мы его отработали на текущий момент кто ранее не покупал стоит ли покупать сейчас акции тесла ну сложно сказать достаточно такие высокие значения возможно после какой-то локальной коррекции если она будет кто упустил эту возможность стоит присмотреться но я уже буду по фактам смотреть будут ли хорошие точки входа для тех кто ранее покупал конечно части зафиксировать части возможно посидеть без убытки и надеяться на какой-то рост в район там 200 возможно 250 300 долларов я все-таки немножко пересмотрел свои скажем взгляды пока на 2023 год по поводу фондового рынка я делаю аналогию с если помнишь кризис 2007 2008 года у нас тоже там было изначально падение сильное как мы получили по по 7500 до сильное в прошлом году я думаю что в этом году первые полгода там первый-второй квартал будет какое-то бычье ралли достаточно сильное все поверят позитив у нас инфляция все-таки будет будет снижаться в течение года монетарная политика будет не такая жесткая но скажем я думаю что где-то под конец года догонит и скажем рынки будут сыпаться очень и очень сильно то есть уже по факту будут какие-то точки входа мы будем их в течение года обсуждать так как скажем каждую неделю рынок спекулятивно он меняется эту неделю там покупаешь на следующий шартишь как бы вот так но по поводу отчетов мы там как я уже сказал отчитывается я эту бумагу еще с прошлого месяца декабря покупаю очень сильный паттерн был по данному инструменту моделька и в принципе на прошлой неделе советовал покупать акции facebook и весь месяц практически кто ранее не покупал конечно упустил хорошую прибыль но пока каких-то сигналов на снижение не вижу продолжение роста кто желает может купить конечно максимум локальной с коррекцией если будет там скажем течение недели ну пока признаков на разворот я не вижу посмотрим уже по факту apple аналогично то есть советовал в прошлый раз покупать здесь мы получили хороший тоже импульс тоже претерзии слонг тоже локальный максимум конечно но я бы скажем вот прошлый раз отметил тоже хорошую бумагой adobe сильное накопление у нас три месяца и мы вырвались этого накопления пробили вверх я в прошлый понедельник советовал покупать кто не купил в принципе еще вот по этой бумаге я думаю у нас потенциал есть хороший где-то в район 400 450 возможно там в район 500 долларов за бумагу поэтому текущие цены достаточно скажем вкусные для покупок по данной бумаге так с прошлой недели отчеты были также по виза хорошо отрабатывается на эту шпильку не смотрите это был кстати на прошлой неделе был такой достаточно казус на бирже найс если ты слышал там был сбой сбой скажем бумаги по 10 20 процентов в разные стороны побросала это нереальные торги скажем это такой сбой торгов но тоже я прошлый раз визу советовал покупать выше 217 220 условно мы показываем неплохой рост практически под под 5-7 процентов кто ранее не покупал в принципе я думаю что виза возможно целится на обновление вот этих максимумов ну так microsoft в принципе аналогично прошлый раз говорил покупать кто не купил понедельник мы торговались где-то в районе получается примерно 240 немножко был откат вниз но ключевой уровень поддержки мы удержали кто ранее не покупал принципе я думаю что сейчас тоже неплохие цены для покупок с целями на обновление 260 и возможно выше то есть обязательно конечно если вы покупаете все эти бумаги риск менеджмент так как скажем на рынке все возможно на текущий момент рынок показывает ланги но скажем ситуация может в любой момент поменяться поэтому да так 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 ты закончил то ли да 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 спасибо большое за анализ традиционно отдельное спасибо за секцию по фондовому рынку действительно сейчас очень неплохой ралли наблюдается по многим активам много отчетности еще впереди сезон продолжается ну и конечно же ждем пид резерв потому что есть определенный расклад по развитию событий нужно понимать что если в итогах заседания американского регулятора трейдеры высмотрят куда больше намеков и сигналов в пользу смягчения монетарной политики фонду ждут новые максимумы и это будет характерно не только для индексов но и для отдельных корпоративных историй следим еще раз куча отчетов куча событий контролируем риски загрузку депозитов это очень важно виталий тебе большое спасибо что подключился обсудил со мной рынки тебе тоже удачи в рамках этой недели в понедельник уже будем подводить итоги того как и что с активами произойдет спасибо тебе до свидания пока